Если ты не научишься проигрывать, как же ты научишься выигрывать? И не надо говорить, что не бойся. Все равно будешь бояться. Я по себе знаю. Я 15 лет спортом занималась сама. Важно, наверное, настроить. Ты выиграешь. Иди вперед. Делай то, что ты считаешь правильным. Я думаю, для каждого важна работа, тем более, если она интересна. Я старший тренер национальной сборной команды Узбекистана. Помните свою самую заветную детскую мечту? Конечно, помню. Когда я была маленькая, я хотела стать пилотом. Хотела летать. Но она так и не сбылась. Не знаю, мне просто нравилось летать. Ну, кстати, она сбылась. Я летаю часто, но не в качестве пилота. Что в вашей жизни значит спорт? Спорт – это моя жизнь. То есть это вся моя жизнь. Скажем так, я просыпаюсь с утра, засыпаю с этими мыслями о спорте. Екатерина, почему вы стали заниматься самбо? В 7 лет родители меня отдали на борьбу. Ну, вообще-то они отдали моего брата. Я приходила вместе с ним, сидела на скамеечке. Тренер не хотел меня брать, потому что он тренировал только мальчиков. Наверное, целый год я просидела на скамейке в ожидании брата. И потом он надо мной, видимо, жалился и разрешил мне тоже тренироваться. Так я и попала в спорт. Какими качествами должна обладать девочка, чтобы заниматься самбо? Я думаю, что вообще к нам девочки приходят как чистый лист, скажем так. А уже какими качествами она будет обладать, это от тренера зависит. То есть как он её воспитает, какие качества привьёт. Если бы вам представился случай прожить жизнь заново, что бы вы в ней изменили? Я думаю, я бы ничего не стала менять. Меня полностью устраивает моя жизнь. Мне нравится моя работа, моя карьера, моя семья и моё окружение. Меня полностью всё устраивает. Скажем так, я недавно вообще ехала и думала, я же счастливый человек, у меня всё есть. Мне даже и нечего просить больше. Профессия тренер. Какими качествами должен обладать человек, выбравший её? Я думаю, что, наверное, самое первое и важное – это компетентность в данном вопросе. Ну, как я думаю, в любой сфере, да. Потом это общение, то есть коммуникация. Нужно правильно общаться со спортсменом, с ребёнком. Это связь, да, ставить конкретные цели, задачи. И обратная связь очень важна, то есть нужно слышать и слушать. И, наверное, как я считаю, это любовь к детям. Если ты не любишь детей, невозможно с ними работать. Какая самая высокая награда для вас, как для тренера? Конечно же, для тренера важный результат. Но недавно, вот буквально дня три назад, у меня было день рождения, и я поняла, что, оказывается, ещё, наверное, одно из самых важных – это когда тебя помнят. То есть есть ученики у меня, которые уже, ну, наверное, 5-6-10 лет не тренируются, живут вообще там в другой стране, да. Но они помнят, и они на твой день рождения звонят тебе, там, присылают цветы, да. То есть это так важно, когда тебя помнят. Они помнят, они любят тебя. Наверное, это вот эта любовь твоих учеников. Чего никогда, ни при каких условиях не должен делать тренер. Опускать руки, наверное, сдаваться, скажем так. То есть если ученики видят, что ты сам уже сдался, то вряд ли они будут идти дальше. Наверное, это не сдаваться. О чём тренер должен помнить постоянно? Трудный вопрос для меня, наверное. Не сдаваться, самореализация, развиваться всё время, не опускать руки. Наверное, это важно для тренера. Назовите главную психологическую проблему большинства спортсменов. Я думаю, это неуверенность в себе. Многие не верят в себя, опускают руки там после первого поражения. У меня тоже есть такие ученицы, которые там проиграла один раз, и всё, у меня ничего не получается. Я говорю, глупости это всё. Если ты не научишься проигрывать, как же ты научишься выигрывать? Невера, неуверенность в себе, но это всё должен прививать тренер. То есть говорит, ты сможешь, ты лучше, ты быстрее, ты выше, ты сильнее. Это важно, если тренер тебя всё время стимулирует. Как спортсменам бороться с синдромом низкой самооценки? Это настрой, потому что есть такой момент, который называется предстартовый мандраж, и он есть у всех. И не надо говорить, что не бойся. Всё равно будешь бояться, я по себе знаю, я 15 лет спортом занималась сама. Всё равно ты будешь бояться, и важно, наверное, настроить. Ты выиграешь, иди вперёд, делай то, что ты считаешь правильным. Часто ли бывают моменты, когда вы теряете веру в себя? Конечно же, часто. Скажем так, мне помогает моя семья, и, конечно же, мой тренер. Это Шакиров Роман Ильдарович, я ему всему обязана. И у меня были такие моменты, когда я всё, я не хочу тренировать, не хочу даже работать, я хочу переключиться на что-то другое, мне скучно, у меня не получается. Я его знаю уже почти, скажем так, 30 лет, если точно 29 лет этого человека. И, наверное, всему благодарна ему. То, что сейчас со мной происходит, и там, где я есть. Потому что, смотря на него, я вообще решила, как бы, войти в эту профессию. Хотя я уже большая девочка, и сама тренер, он до сих пор меня учит, наставляет и помогает мне во всём. Какова ваша главная профессиональная цель? Наверное, как у каждого тренера, это воспитатель олимпийского чемпиона. Конечно же, я хотела и в дальнейшем самореализоваться не только как тренер. Я хотела бы написать диссертацию на тему гендерного равенства в спорте. Ну, всё, что касается женщин. Потому что сейчас есть такая интересная тема, которая уже год. Я провожу курс самообороны для женщин, которые пострадали от насилия. И хотела бы в дальнейшем эту тему развить, именно связать её со спортом. У меня есть степень магистра, и хотела бы в дальнейшем написать диссертацию на эту тему. Ну, надеюсь, это реализовать в ближайший год или два. Что будете делать после её достижения? После достижения цели? Наверное, поставлю себе новую цель и буду её тоже достигать. Можете ли вы назвать себя человеком, который всегда достигает цели? Думаю, да. Потому что у меня с детства такое. Если мне чего-то хочется, да, или я вот считаю, что мне это надо, то стараюсь дойти до конца. То есть вот я хотела стать мастером спорта, я стала международником. Хотела стать, я стала мастером спорта международного класса. Или там то же самое в тренерстве, высшая категория, пожалуйста. Я думаю, да, у меня всё получится. То есть я стараюсь, иду к своей цели. И что самое главное, вокруг меня люди, которые мне помогают. Это по работе, это моя семья, которая меня поддерживает. И хотят, чтобы я самореализовалась. С каким цветом вы ассоциируете свой характер? Наверное, не с одним цветом. Мне нравятся почти все цвета, но, возможно, чёрный и белый. Скажем так, противоречия часто меня мучают. Что для вас счастье? Я чувствую себя счастливой, когда мой ребёнок рядом со мной. Когда я могу уделять ему внимание. Потому что по своей работе я часто разъезжаю в разные... У меня часто дома не бывает, я то на сборах, то мы куда-то летим на соревнования. И я считаю, что я мало времени ему уделяю. Хотели бы вы, чтобы у вашего ребёнка был сильный и известный тренер, как вы? Я думаю, однозначно он будет заниматься борьбой. Ну, а профессиональный или нет, наверное, он выберет сам. Ну, в данный момент он ещё маленький, ему 4 года, и сейчас он ходит на плавание для развития. В дальнейшем лет в 7-8 пойдёт заниматься борьбой, а там уже видно будет. Ну, наверное, лично моё желание, я бы не хотела, чтобы он стал профессиональным спортсменом. Как вы отдыхаете от спорта? Ну, стараюсь выйти куда-нибудь прогуляться, отдохнуть с семьёй, встретиться с родителями. Какой досуг считаете любимым? Наверное, какая-то домашняя работа по дому. Чаще всего включу музыку и занимаюсь домашними делами, отключаясь от работы. Не сказать, что прям я готовлю суперхорошо, но некоторые блюда у меня хорошо получаются, и я делаю их с удовольствием для себя и своей семьи. Что вы считаете самым сложным на пути к спортивному успеху? Я считаю, что это работа над собой. Спортивные достижения, они связаны с огромным трудом. Это нужно работать, каждый день тренироваться. Если это сборы, то это тренировки 2-3 раза в день. Я думаю, не каждый готов так работать над собой. Именно поэтому чемпионов мира, чемпионов Азии, а уж там олимпийских чемпионов так мало, единицы. То есть в спорт приходят тысячи, а становятся великими спортсменами единицы. Поэтому это огромный труд и, наверное, это самое сложное. Назовите переломный момент в личной спортивной карьере. Наверное, это травма. Я на тренировке получила травму и буквально, наверное, уже через полгода перестала тренироваться. Не смогла уже тренироваться. Ну, конечно же, сейчас все нормально, у меня все хорошо, я вылечилась. Но, скажем так, я встала на ступень выше. То есть я не бросила спорт, я стала тренером и стала больше уделять внимание тренерству и реализовала себя как тренер. В тот момент я начала тренировать в детском доме и как-то влилась в это и стала с этими детьми работать. И мне стало интересно, это стало прям совсем вошло в мою жизнь сильно. И быстро переключилась, то есть от спортсмена на тренера. Что в спортивном мире невозможно приобрести за деньги? Воля к победе. Даже если тебе обещают большие деньги, вряд ли ты сможешь там выиграть. Ну да, это, конечно же, стимул. Но если у тебя нет вот этого внутреннего стержня, очень тяжело в спорте. Какие привычки бывают у спортсменов, которые из них они взяли в свою профессию? Я думаю, наверное, питание. Когда ты тренируешься, тебе какие-то продукты нельзя, какие-то напитки нельзя пить. И даже сейчас уже, в данный момент я уже давно, как сама не спортсмен, но эта привычка осталась. Я почти не пью газированные напитки, не ем какие-то продукты. У меня питание более-менее правильное, скажем так. Я думаю, многих спортсменов это остается на всю жизнь, потому что ты уже привыкаешь к определенному рациону, и это остается с тобой навсегда, наверное. Что позаведуете тем, кто хочет похудеть? Думаю, что невозможно похудеть просто там, например, сидеть на диете. Я думаю, что нужно работать над собой, обязательно заниматься спортом, любым спортом, который поможет тебе вести активную, активный образ жизни. Расскажите о наиболее ценных и бесполезных советах, которые вам давали перед соревнованиями. Бесполезные. Наверное, это те, которые тебе говорят, ой, не бойся, да все нормально, у тебя все получится. Как не бояться? Это твой первый или это твои последние соревнования, там, десятые, третьи. Этот мандраж, он никогда из тебя не выйдет. Наверное, это вообще бесполезно говорить. Я никогда не говорю своим спортсменам, не бойся. Это нормально, бояться. Ну, наверное, там что-то есть или что-то не есть перед соревнованием, потому что каждый спортсмен сам решает, то есть позавтракать ему или нет. Удобно ему, например, покушать с утра и идти бороться, либо он может там просто выпить там кофе или немножко чая, да, просто чтобы взбодрить себя. Я думаю, это тоже лично каждый спортсмен выбирает. Это лично мое мнение, конечно же. И полезные советы. Наверное, это, вот я разговаривала с одним психологом недавно, и мне тоже понравился этот совет, и я сейчас часто даю его своим спортсменам. Это проработать перед соревнованием, вот ты ложишься спать перед соревнованиями, и часто спортсмен не может уснуть. Его мучает завтрашний день, как он будет бороться и как он выйдет на ковер. И мне дали такой совет. Скажи спортсмену, чтобы он перед соревнованиями, когда он ложился, он вспоминал те моменты, когда он выигрывает. Именно победы. У всех есть и победы, и поражения. Даже если ты первый раз на соревнования выходишь, ты на тренировке все равно с кем-то боролся и кого-то бросал и выигрывал, да. Поэтому, наверное, это один из лучших советов, которых я слышала. И он действительно помогает. Я давала такие советы своим спортсменам, и буквально недавно вот у меня девочка потом на чемпионате республики второе место заняла. Хотя до этого у нее прям вообще не получалось. То есть у нее такой страх перед соревнованиями, что у нее и губы синеют, то есть ее тошнит и все остальное. Я ей дала вот этот совет, и она заняла второе место. То есть как, да? Я, честно говоря, как тренер и спортсмен, я не рассчитывала, что у нее получится что-то. Но это ей помогло. То есть она потом подошла и говорит, представляете, вот так вот так вот, не знаю, это помогло или нет. Но я думаю, это один из лучших советов, наверное. И нужно им пользоваться, я думаю. Дайте конкретные рекомендации начинающим спортсменам. Во-первых, это точно, если ты начал, то иди до конца. Если ты пришел в спорт, в этот, там, неважно, это борьба, легкоатлетика, единоборство или игровые виды спорта. Если ты пришел и чувствуешь, что это твое, все, нужно идти до конца. То есть, и тем более, если тебе нравится. Есть некоторые приходят на тренировку, и я вижу, что им прям нравится, они горят. И тренер, конечно же, должен это видеть и в первую очередь стимулировать этих спортсменов. Не отступать до конца, даже если что-то не получается, все равно идти вперед. Расскажите о своем первом тренере. У меня единственный тренер, он первый и последний. Это Шакиров Роман Ильдарович. Я к нему пришла тренироваться, когда он был еще совсем молодой. Этот человек сыграл огромную роль в моей жизни. Если бы не он, я бы вообще не выбрала, наверное, эту профессию. И я пришла заниматься к нему просто для здоровья. А получилось так, что это стало моей профессией. Наверное, это все благодаря ему. И как человек, он очень справедливый. Он не просто как тренер, который тренирует. Это человек, который участвует во всей твоей жизни. Который помогает тебе по жизни. Который дает тебе советы. И не только советы. И если надо, он тебе и поможет. И деньгами, и всем остальным. Что-то организовать, и помирить. И найти, если что-то тебе нужно. То есть он полностью участвует в твоей жизни. И от него я переняла это. Я стараюсь тоже своим ученикам и спортсменам быть не просто тренером, но и, скажем так, близким другом. Я считаю этого человека, скажем так, как второго отца, что ли. Потому что всю жизнь я занималась спортом. И у нас в группе не было девочек. Там одна придет, вторая. И чаще всего девочки вообще не держатся в мужском коллективе. То есть им тяжело тренироваться. Даже сейчас ко мне некоторые девочки приходят, если они там тренировались, как в мужской коллектив. И невозможно. Но все возможно, я считаю. Почему нет, если твой тренер тебе помогает. То есть у меня не было такого, чтобы я чувствовала себя как-то отделенной. Всегда были такие условия комфортные для меня. Я считаю, что это все благодаря ему. О чем должен помнить спортсмен в том виде спорта, которым вы занимаетесь? Ну, наверное, уважение. То есть я стараюсь относиться к людям так же, как бы я хотела, чтобы относились ко мне. Неважно, там, это другой тренер или это спортсмен. Я считаю, что нужно уважать человека, который рядом с тобой или разговаривает, или все остальное. Поэтому, наверное, недопустимо, если ты не уважаешь или как-то за глаза кого-то обсуждаешь. Как вы считаете, что нельзя пропускать во время соревнований? Я думаю, это ути из зала. То есть вот у нас соревнования идут, они начались, и пока они не закончились, нужно находиться в зале. Ни в коем случае не выходить, не уходить, то есть быть все время со спортсменом рядом. И спортсмену так же. Я считаю, что пока они не закончились, нужно быть все время на чеку. Если бы вы не были спортсменом, кем бы вы стали? Смотрите, когда я вот вообще маленькая была, я занималась через день спортом, борьбой. Через день я ходила из-за студии. Заканчивала школу, то есть и я из-за студии закончила, у меня и сертификат об окончании. И я была на таком распуте. Я даже сдала свои документы в колледж Бенькова. Вот как сдала, так через два дня пришла и забрала оттуда документы. Почему-то я пришла, сдала документы, посмотрела на всю эту обстановку. И я очень любила рисовать, особенно вот меня увлекала бутафория. Почему-то мне не захотелось дальше идти по этому пути. Отдала свои документы, потом в спорт пошла дальше. Наверное, если бы я не пошла в спорт, наверное, я бы пошла там в олене искусства, стала бы дизайнером, архитектором, ну и прочие профессии с этим связаны. Почему ваша работа так важна для вас? Я думаю, для каждого важна работа, тем более, если она интересна. Человек должен самореализоваться, получать удовольствие от своей профессии. А я получаю удовольствие от своей профессии, мне безумно интересно. То есть она не скучная, она не однообразная. Я постоянно общаюсь с людьми, не только со своими спортсменами, и с людьми из других стран. То есть здесь все время идет что-то такое, знаете, интересное, такое движение. Например, вот год назад мне позвонили из посольства США и говорят, у нас есть такой курс самообороны интересный. Мы знаем, что вы работаете с женщинами. Не хотели бы вы поучаствовать и попробовать взять этот курс? Я сказала, о, ничего себе, это спорт, да? Это связано со спортом, но что-то другое. Почему бы нет? То есть они мне описали всю ситуацию, что это вот как бы такие женщины, которые пострадали от насилия. Что вы можете предложить, какой курс вести. Я составила свой план. Они говорят, возьмите себе напарника. Нашла напарника, и вот, скажем так, буквально уже год мы работаем с этим проектом. Это очень интересный проект. И он тоже связан со спортом. То есть здесь масса всяких ответвлений. Не только спорт, высших достижений, да? Но также есть возможность помогать другим людям за счет спорта. Мне очень нравится моя профессия. Я, скажем так, счастлива, да? Возможно ли встретить самородка в таком виде спорта, как самбу? Конечно, возможно. И есть такие. И знаете только в чем проблема? Например, у меня была такая девочка, тоже она детдомовская. И у нее прям вот она начала тренироваться. И, скажем так, не с младенчества, да? Там не с 7, не с 8 лет. Она ко мне пришла. Ей было, наверное, уже лет 12. И буквально там за 3 года она уже стала республику выигрывать. То есть у нее прям, знаете, вот все шло отлично. В чем проблема этих спортсменов? Да, скажем так, самородков. Они быстро поднимаются. Им это неинтересно, они бросают. Например, их тяжело удержать. Они считают, что они лучшие, да? Там у них все получается, да? Им легко. С ними нужно по-другому, да? Как-то работать. Их надо удерживать. Их надо стимулировать. Их нужно все время что-то обещать, да? Золотые горы, скажем так, чтобы их удержать. Конечно же, если у тебя есть такая возможность им обещать золотые горы и не только обещать, но это реализовать, все, да, они будут рядом с тобой и будут тебе показывать высокие результаты. Вот. Я, например, больше люблю тех, которые вот пашут, работают над собой. Они больше это ценят, свои достижения. Они больше ценят и они более благодарны за это. Существует ли спортивная этика? В чем она? На мой взгляд, это вести себя достойно. В любом случае, да? Там ты спортсмен или тренер. Ты выиграл? Там, веди себя прилично, проиграл. Подойди, пожми руку. То есть поблагодари своего оппонента, с кем ты боролся. И то же самое есть и тренера, которые, например, там у тебя выигрывают спортсмены, ты все уже там нос поднял и ходишь, да, с, скажем так, петухом. Поэтому, мне кажется, спортивная этика – это вести себя достойно в любой ситуации. Какие книги вы рекомендуете спортсменам для раскрытия своего спортивного потенциала? Мне нравится «Богатый папа, бедный папа». Хорошая книга, да, я ее прочитала. Я, кстати, считаю, что эта книга нужна всем, скажем так, спортсменам тоже. Потому что мы живем в материальном мире, материальной ценности, много значат для каждого. Для спортсмена тем более. Интересная книга, я часто даю его читать своим спортсменам, рекомендую, потому что это чуть-чуть тебя отталкивает от спорта. То есть ты не только варишься в каше спорта, но и пытаешься как-то отойти от этого. Чаще спортсмены, например, те, которые даже получают большие гонорары, не знают, что с ними делать. С этими гонорарами, когда заканчивают спортивную свою деятельность, потом оказываются, а что я буду дальше делать, да? То есть все равно же спорт – это не вечно, и он имеет свой срок. Когда ты его заканчиваешь, нужно думать, а как жить дальше, если ты не идешь работать спортсменом или не остаешься в этой сфере. Поэтому, наверное, это интересная книга для всех. Чего вы больше всего боитесь? Наверное, одиночество. Мне все время хочется с кем-то общаться, чтобы кто-то был рядом. Насколько вы привязаны к людям? Есть ли люди, по которым вы все еще скучаете? Конечно. Я вообще очень привязываюсь к своим ученикам, потому что, ну вот я же говорю, я к ним отношусь так же, как бы я относилась к себе. И, скажем так, вот это качество, любовь, да, к своим ученикам у меня есть. Если, например, я много вложила, да, в него, а если я что-то делала, то делаю это от души. Особенно вот для дедомовских детей очень много делала и возила их с собой, и даже домок себе брала. Когда ты много вкладываешь и с любовью относишься к нему, если, например, ребенок раз там ушел, да, там, другой вид спорта, у меня такое тоже было. Или вообще просто там на что-то обиделся, на какую-то мелочь на тебя. Конечно же, это тяжело переносится, но в последнее время я вот стараюсь, видимо, уже с возрастом как-то от этого абстрагироваться и понимать, что, ну, такое бывает. Если бы вы написали книгу, о ком и о чем бы она была? Эта книга была бы о моей жизни, именно о женском спорте, о женщинах в спорте. Что они сделали для того, чтобы достичь высоких результатов? Потому что у нас часто женщины занимаются не только своей профессиональной деятельностью, но у них же есть еще и семья. Она должна заниматься. Дети, если ты профессионально занимаешься спортом, ты не можешь уделять много времени своей семье. Поэтому, наверное, это была бы о женщинах в спорте. От каких ярких моментов в детстве вам приходилось отказываться, чтобы не пропускать тренировки? Конечно же, мне очень хотелось, наверное, как и всем детям, отдыхать, бегать там во дворе, да, играть и все остальное. Но у меня были строгие родители, особенно отец. Он вообще был против того, чтобы я гуляла по улице. И поэтому чаще всего это была школа, это были тренировки, либо это школа и занятия ИЗО. То есть я почти не гуляла на улице. Я думаю, это правильно. Если бы я не занималась, да, там регулярно, то у меня бы не было того, где я сейчас, да. А благодаря спорту, потому что я себе отказывала что-то в детстве, да, то есть это были регулярные тренировки, я достигла высоких спортивных результатов. Если ты не пашешь, ты не получаешь, да, результата. Это огромный труд над собой. Что такое спортивный режим? Спортивный режим, особенно если это сборы, ты должен утром встать, утром зарядка, завтрак, потом тренировка, потом сон-час, потом опять тренировка. То есть спортивный режим, конечно же, он очень важен. Особенно перед соревнованиями. Если ты вне сборов, ты себе там позволяешь где-то поспать побольше, что-то съесть там не то, да, например, или вообще иногда там не сходить на тренировку, потому что ты себя плохо чувствуешь. На сборе нет. Он тебя как-то вот, на то он и сборил, он тебя собирает в кучу. То есть и вот этот режим, он дает тебе возможность настроиться на соревнования. Очень важно. И многие спортсмены уже даже после того, как закончили спортивную деятельность, все равно у них есть вот это вот, придерживаются режима. Встают утром, у них уже организм требует побегать или потренироваться. Даже у меня, например, сейчас я все равно, мне хочется тренироваться и даже на своих тренировках я пытаюсь что-то сделать. Обязательно. Какой самый неудобный соперник? Это левша. Потому что я левша. Когда я борюсь с правшой, мне очень удобно. А если я борюсь с левшой, то мне неудобно.